Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурад Жанкиозов. Накануне состоялась рабочая встреча главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Глава искренне поблагодарил Сергея Сергеевича, всю команду Минпросвещения России за тесное сотрудничество и поддержку Карачаева Черкесии в реализации проектов в сфере образования. В нашей республике активно строятся современные школы, ясельные и дошкольные учреждения, внедряются современные технологии в процесс образования, закупается новейшее оборудование. Мы внимательно следим за сроками и качеством работ. Много внимания мы уделяли в повышении квалификации педагогов и наставников. Отдельные слова благодарности за программу капитального ремонта, инициированную президентом России. Накануне на международной выставке форума «Россия» прошел день региона Белгородской области. Карачаева Черкесская республика в числе регионов страны выразила поддержку жителям Белгорода, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, разместив на стенде региона надпись «Белгород, наши сердца с вами». Кроме того, дирекция выставки и посетители поддержали Белгородщину тюльпанами и специальными открытками в форме сердца, в которых гости выставки писали слова поддержки и несли их на белгородский стенд. По словам организаторов акции, тюльпаны в качестве объединяющего символа выбраны не случайно. Эти цветы символизируют любовь и счастье. Ранее в социальных сетях глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, а также общественные деятели, представители духовенства, депутаты, артисты выразили соболезнования родным и близким погибших в Белгороде в результате террористического акта 30 декабря минувшего года. Сегодня день работников прокуратуры. Уважаемых сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Карачаева Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. За три столетия с момента образования Института прокурорского надзора государство претерпело немало реформ и изменений. Но неизменно то, что ведомство остается важным звеном в системе управления страны, обеспечивает единство ее правового пространства, верховенство закона. Коллектив органов прокуратуры Карачаева Черкесии на высоком уровне справляется с возложенными на ведомство задачами, вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона, выполнение национальных проектов, стоит на страже интересов граждан. Немаловажно взаимодействие органов прокуратуры, парламента и правительства Республики в совершенствовании республиканского законодательства. Отрадно, что все органы власти в Карачаево-Черкесии объединяет общее стремление обеспечения стабильности в регионе, повышения качества жизни людей, уровня безопасности и правопорядка в республике, в каждом ее муниципалитете. В этот праздничный день благодарим всех причастных к празднику за верность долгу, добросовестное отношение к службе, преданность интересам Отечества. Желаем работникам и ветеранам службы крепкого здоровья, успехов и благополучия. В преддверии Дня российской печати сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике поздравили работников печатных и электронных средств массовой информации региона с профессиональным праздником. Журналистов поздравил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Эдуард Чумаев. Примите искренние слова благодарности за плодотворное сотрудничество и объективное информирование жителей республики о деятельности войск Национальной гвардии. Уверен, что мы успешно продолжим наше взаимодействие, обеспечивая принципы открытости, публичности и общественного доверия к нашей службе. «Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, интересных и ярких работ и неизменного внимания со стороны читателей», – сказал офицер. В завершении встречи представителям СМИ вручили благодарственные адреса и памятные подарки. В новогодние праздники на 12% выросло число гостей в Архызе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Канатными дорогами на курорте воспользовались более 74 тысяч человек. Благодаря микроклимату в Архызе много солнечных дней, а живописные долины знамениты первозданной красотой. На склонах гор разместились современные отели и апартаменты, а горнолыжные трассы манят различной категорией сложности. Из солнечного Архыза наш следующий репортаж. Зимой в Архызе царство горнолыжников, сноубордистов, любителей санок и коньков. Но Ростолье здесь и для тех, кому нравятся спокойные прогулки, а чистый воздух, приятная погода и много солнечного света пойдут на пользу любому гостю. Мне нравится, что курорт развивается, что курорт расстраивается, что появляется много разных возможностей для отдыха разноплановых. Здесь очень вкусно и очень красиво. Первый раз. Очень красиво. Хорошие инструкторы, хорошие трассы. Всё очень-очень понравилось. У нас есть чем сравнить. Перед этим были на Эльбрусе. Поэтому здесь более красиво. В зимнем сезоне на курорте Архыз работает 27 километров горнолыжных трасс разного уровня. Зелёные трассы для новичков, синие для опытных лыжников и сноубордистов. А для профессионалов предусмотрены трассы красного уровня сложности, а для экстремалов – чёрные склоны. Почти все трассы оснащены системой искусственного оснижения. Курорт рассчитан, конечно, на любую категорию горнолыжника. От самого новичка и до профессионала. Сюда могут приезжать, тренироваться даже спортивные школы. Это допустимо. И абсолютно только начинающий человек вполне может приехать. И здесь он научится и получит удовольствие от того, что он встал на горные лыжи. Понравилось то, что на любой уровень профессионализма, как спортсменов, так же и отдыхающих, новичков, есть разные трассы, довольно комфортабельные, довольно высокопрофессиональный персонал, инструкторы. Ну, в общем, если критировать из 10, я бы дал 9 баллов. Настоящей академией спорта для юных лыжников является детская школа архезионок. Все участники получают сертификат о своём уровне катания. Кроме того, проект «Адаптивный горнолыжный центр» предоставляет инновационные услуги инклюзивного горнолыжного туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тут очень хорошие горки, невысокие и хорошая канатка. Ехала в Архиз и поела хичина. Мне очень сильно понравилось. Туристический поток на курорте растёт стремительно. Но для большинства туристов нет нужды покупать и везти с собой лыжи и сноуборды. В пунктах проката доступно около 2000 комплектов горнолыжного и сноубордического оборудования. У нас на курорте работает прокат, несколько станций проката. Инвентаря хватает всем. И прокат очень хорошего качества. Свежий инвентарь. Буквально не больше двух-трёх лет многое закуплено прямо в этом году. Сегодня Архиз переживает стремительные преобразования, которые затронут все сферы деятельности курорта. В перспективе строительства международного аэропорта Архиз также планируется связать курорт Архиз и курорт Красная Поляна Краснодарского края автомобильной дорогой протяжённостью около 111 километров. Мурат Шанкиузов, Вести Карачаева, Черкесия, Архиз. На этом я с вами прощаюсь. Далее смотрите интервью старшего помощника прокурора Карачаева-Черкесии Елены Дармаграевой. С ней беседует Белла Джазаева. С ней беседует Белла Джазаева.